Здравствуйте! Вы смотрите новости прямо сейчас о самых заметных событиях этого дня. Работа непростая, но интересная. Лицеисты и студенты познакомились с деятельностью органов местного самоуправления. Чтобы сладость была в радость, общественники проверили новогодние подарки. Человек года, 14 декабря, станут известны имена победителей премии. Сегодня в 9-м доме на улице Муравленко загорелась квартира. В диспетчерскую службу позвонили очевидцы. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили сильное задымление в подъезде. Очаг возгорания находился в кухне квартиры. Пожар ликвидировали в считанные минуты. В настоящее время по факту данного пожара сотрудниками отдела надзорной дельности проводится проверка. Предварительно причиной данного возгорания явился аварийный режим работы электрооборудования на кухне в данной квартире. Погибших и пострадавших нет. И сегодня же пожарно-спасательное подразделение организовали учение по ликвидации условного возгорания в городском доме культуры. Отработку действий провели в рамках усиления профилактической работы в канун новогодних праздников. По легенде учения, пожар произошел из-за короткого замыкания на сцене дома культуры. Условная площадь возгорания составила 170 квадратных метров. Спасатели отработали взаимодействие по поиску и спасению пострадавших, боевому развертыванию снаряжения и ликвидации огня. Под учений контролировали представители регионального управления МЧС России по Ямалу. У нас есть две оценки. Удовлетворительно, либо неудовлетворительно. Проще говоря, либо справились, либо не справились. На сегодняшний день подразделения, которые были привлечены к улучшению условного пожара, со своей задачей справились. В 2018 году налоги можно будет оплатить авансом и одной квитанцией. Такую возможность предусматривают поправки в налоговый кодекс. У населения появится возможность в любой момент внести ориентировочную сумму налогов на специальный счет федерального казначейства, с которого налоговая инспекция самостоятельно спишет налоги на транспорт, землю и имущество. Скидки на продукты, мебель, авиабилеты и услуги связи. Льготы в парикмахерских и спортивных залах. Два года на Ямале действует региональный проект «Забота». У Муравленка социальную карту уже получили более трех тысяч льготников. Тему продолжит Анни Григорян. Рамиля Софиева одной из первых стала обладательницей социальной карты «Забота». Совсем недавно из общежития семья Софиевых переехала в новую квартиру. Благодаря социальному дисконту удалось прилично сэкономить на строительных материалах. В разных магазинах разные скидки, но польза ощутимая есть. Особенно, когда покупаешь что-то большое, что-то мебель, бытовую технику, скидка ощутимая. Обладатели карты – это пенсионеры, ветераны, люди особой заботы, многодетные семьи и студенты. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче дисконта еще одной льготной категории – больным туберкулезом. Кстати, пользоваться картой можно не только в масштабах города, но и на территории всего региона. Скидки у нас есть 3%, 5%, 7%, 10%, 20% и даже до 100% – это для участников Великой Отечественной войны. Это у нас оказывают парикмахеры, причем с выездом на дом. Помимо предпринимателей, оказывающих парикмахерские услуги, в проекте продуктовые магазины, фотосалон, фирмы, такси, аптеки – всего 26 предпринимателей и организаций. Горожане активно пользуются социальной картой «Забота». Скидки распространяются на все лекарственные препараты в нашей аптеке – 5%. В этом году «Забота» вышла на новый этап – оказание адресной помощи. В округе создан фонд денежных средств, который позволит оказать помощь людям в решении социальных и бытовых проблем. При этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Сегодня «Заботой» пользуются более 3,5 тысяч муравленковцев. Чтобы получить социальную карту жителям города, нужно обратиться в местный сполком партии «Единая Россия» или в Управление социальной защиты населения. Аня Григорян, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. На портале Госуслуг планируют ввести онлайн-сервис обмена сообщениями. Ввести переписку можно будет как с госорганами, так и с другими пользователями. Для того, чтобы отправить письмо, надо будет знать ИНН с НИЛС или адрес прописки адресата. При этом переписка на сайте Госуслуг будет юридически значимой. Даже общение между пользователями будет считаться деловой перепиской. По мнению экспертов, такие письма будут востребованы. В частности, их можно будет использовать в суде, когда необходимо доказать, что ответчику выставлено официальное требование, на которое он не ответил. Учащиеся многопрофильного лицея и студенты колледжа познакомились с работой органов власти. Они побывали на экскурсии в городской администрации, рассказывает Инна Юшина. Вместо привычных уроков за партами интересная экскурсия в администрацию. Лицеистов знакомят с особенностями работы муниципалитета. Такие встречи с молодежью очень важны. Им надо рассказывать по-простому, языком, который они понимают, те процессы, которые происходят во властных структурах, чтобы они понимали, как работает власть, что такое конституция, каким образом конституция воздействует на жизнь простого человека. Старшеклассники узнали об аспектах работы главы города, его заместителей и управлений. Диана Магасунова в администрации впервые за время экскурсии узнала для себя много нового. Эта встреча была для меня очень познавательна и полезна, так как я была первый раз в администрации, я посмотрела всю работу изнутри. Нам удалось пообщаться с нашим главой города, побеседовать с ним на различные темы. И также мы смогли зарегистрироваться на сайте «Живем на севере», где мы сможем принимать активное участие в жизни города. Старшеклассники пришли в администрацию не для того, чтобы посмотреть, как здесь все устроено, а чтобы в первую очередь понять, как работают органы местного самоуправления. Интересно на экскурсии было и студентам многопрофильного колледжа. На самом деле до этого тоже было какое-то представление, но оно было несколько нечетким, размытым. А сейчас уже более сформированное, уже знаю даже в каких кабинетах что находится. Многие ребята смели даже посидеть на местах. Представление было смутное, если честно. Но когда сегодня рассказали, очень все оказалось понятным. Очень много информации, очень лица увидела. Раньше, может, и не знала, как зовут, чем они управляют вообще. Но сегодня узнала и думаю, что мне это будет интереснее зарегистрировать на сайтах города. В завершении многие из учащихся отметили, что экскурсия по-настоящему была увлекательной и сдать экзамен по обществознанию будет легче. Потому что наглядную часть они увидели лично. Инна Юшина, Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, Новости Муравлинка. В городской библиотеке реализуют новый проект для молодежи. Выбормен – человек, которому не все равно. Первая встреча прошла с участием лицеистов, представителей территориальной избирательной комиссии и молодежью. Главная тема беседы – предстоящие выборы президента страны. В роли первого выбормена выступил директор Центра патриотического воспитания Петр Дуда. Он рассказал участникам встречи, почему важно принимать активное участие в жизни страны. Проект «Выбормен» мне кажется, он очень важен. И он важен, наверное, будет всегда. Потому что за молодежью будущее. Встречи с будущими избирателями в рамках проекта «Выбормен» будут проходить до марта следующего года. Мне кажется, чтобы оно реально помогло, на такие встречи устраивать почаще, чем один раз. И охватывать более широкий круг. Потому что молодежь, ввиду своего максимализма, в большинстве своем не пойдет на выборы просто так. Поэтому надо им такими встречами объяснять, что это действительно важно. Народные контролеры проверили сроки годности новогодних подарков. Сегодня общественники наведались в несколько магазинов. К ним присоединилась и наш корреспондент Татьяна Бойко. Конфеты помадные, фруктовые, желейные, кремовые, грильяжные. В канун новогодних праздников витрины магазинов пестрят самыми разными сладкими подарками. При их выборе значение имеет не только цена и упаковка, но и то, что внутри. Первым делом контролеры обращают внимание на срок годности конфет. Вводим до 06-018 года. Для шоколадных конфет примерный срок хранения от двух до четырех месяцев. При включении в их состав орехов или различных начинок срок годности снижается. А вот белый шоколад хранится всего месяц. Карамель с фруктовой начинкой и леденцы гораздо дольше. Контролеры обращают внимание и на вес сладких подарков. Соответствует ли он заявленному на коробке. Здесь 500 грамм должно быть. Вот 88. Если с фабричными сладкими подарками все ясно, там срок годности значится на упаковке, то как быть с подарочными наборами, которые собирают в магазине? Ответ на этот вопрос контролеры получают в одной из популярных в городе торговой точки, где большой выбор конфет. Здесь за сроком хранения сладостей тщательно следят. Конфеты все с витрины. Мы стараемся, если даже одной датой конфеты приходят, предположим, пришло там две коробки красного мака, мы ее продаем и потом на витрину мы не добавляем, сзади забиваем, а снимаем то, что на витрине и засыпаем как бы свежую. Ну а на одной датой там сроки большие – 9-12 месяцев. Ну вот так. Не секрет и что внутри сладких подарков перечень конфет, вложенных в коробку, доступен каждому покупателю. На каждый новогодний подарок есть перечень вложений, что входит в этот новогодний подарок. Пока нарушения ни в одной из торговых точек контролеры не выявили. К Новому году они планируют проверить как можно больше магазинов, где реализуются новогодние подарки. Планируем в этом месяце провести три рейда по проверке качества новогодних подарков. И рейды будут проводиться вплоть до окончания новогодних каникул у детей. Мы этот вопрос не будем оставлять без внимания. Покупатели тоже не должны терять бдительность. И если подарок со сладостями вызвал малейшее сомнение, лучше отложить его в сторону. Тем более, что дефицита со сладкими подарками нет. Выбор огромный, на любой вкус. И кошелек Татьяна Бойко, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. 14 декабря в городском Доме культуры состоится вручение ежегодной премии интернет-СМИ «Человек-года». Жюри назовет лауреатов в 24 номинациях. О подготовке к главному медийному событию года расскажет Анастасия Попова. В аппаратной видеомонтажа ведутся последние приготовления к предстоящей премии интернет-СМИ «Человек-года». Каждый ролик отсмотрен десятки раз. Все смонтировано с точностью до микрокадра. Подобрано соответствующее музыкальное оформление. За подготовку мероприятия отвечает творческая группа. В последний месяц наша команда очень-очень переживает. Потому что необходимо учесть все нюансы. Как кого посадить, кто в чем придет, какую музыку включить, у кого какое будет настроение, как успеть снять, где встать, что говорить. Наши герои – это люди разных профессий и возраста. Лучших из лучших. Общим голосованием выбирала жюри премии интернет-СМИ. Это редакторы, режиссеры монтажа, операторы и журналисты. Конечно, голосовала, но пусть это останется секретом. Скажу только одно, что для меня близки люди творческой профессии. И я буду болеть именно за них. У жителей города также была возможность проголосовать за участников в четырех специальных номинациях и даже предложить свою кандидатуру. Лауреаты уже определены, но их имена держатся в строжайшем секрете. Уже завтра каждый из победителей премии получит вот такие статуэтки. Но имена мы держим в строжайшем секрете. Гости мероприятия уже получили свои приглашения. До начала премии остаются считанные часы. Совсем скоро жители города узнают, кто стал Человеком года, по мнению нашей редакции. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов. Новости. Муравленко. Это все новости. Больше информации на страницах Муравленко 24 в социальных сетях. Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин